Перед нами одна из монет, которая посвящена, так скажем, просвидетельской деятельности бывших ранее у власти королей Таиланда, так скажем. Вот на этой монете, например, изображен король Рама V и король Рама IX. Монета посвящена столетию создания педагогических учебных заведений в Таиланде. Монета выпущена в 1992 году. Монета Таиланда, я уже говорил. Так скажем, медно-никелевый сплав, диаметр 32 мм, вес 14,28 г, толщина гурта 2,36 мм, тип гурта рубчатый, взаимное расположение аверса и реверса медальное. То есть вот так поворачиваем, и все четко видно, один к одному. Это вот, я так понял, как бы символ этих педагогических училищ, которые были созданы много-много лет назад. Так, ну, значит, на монете, значит, на аверсе профили короля Чулаунгхорна Рамы V и короля Рамы IX. Значит, монетный двор, королевский тайский монетный двор, Бангкок, Таиланд. Тираж 700 тысяч штук. Повод для чеканки, вот, как я уже говорил, столетия создания педагогических учебных заведений в Таиланде. Так, вот, в связи с чем бы я, ну, как я уже говорил, вот, его не зря изобразили на этой монете обоих королей. Они бы, как бы, самые почитаемые люди, очень много сделавшие для Таиланда. Вот, король Рама V, например, был, как вот для американцев, Линкольн. Он отменил рабство в своей стране и, в общем, много-много-много преобразований совершил. Но давайте попытаемся вспомнить, кто он такой был. Король Чулаунгхорн, прачулачом Клау Чухуия или Рама V, он наследовал трон своего отца, короля Мангкута или прачом Клау. Он родился 20 сентября 1853 года и был первым сыном королевы Рампай Рамамперон Трепхизин Сандры и девятым выжившим сыном короля Мангкута. Король Рама V вступил на престол в 1868 году в возрасте 15 лет. И при чай право Шри Сурейвен Сонге в качестве регента, вот, долгое 42-летнее царствование короля Рамы V стало эрой глубоких реформ и формирования Таиланда как современного государства. Король изучил западную систему правления, подружился со многими державами, такими как Великобритания, Франция, Америка, Россия, и послал королевских детей учиться на Запад. На первый взгляд кажется, что он во всем готов был следовать Западу, но в то же время он оказывал сопротивление колонизационной эспансии основных мировых держав. Кроме того, он был самым первым тайским монархом, который много путешествовал. Он побывал в соседних азиатских странах и дважды в Европе. Везде, куда бы он ни приезжал, он приятно поражался оказанными почтениями гасепринцем со стороны царствующих домов различных стран. Реформы короля, которые затронули практически все стороны тайского народа, включали отмену рабства, как я уже сказал, расширение коммуникации за счет постройки железных дорог, учреждение почт, телеграфы и создание системы министерств. Министерств очень много было им как бы водворено, те, которые были, ну, по европейскому типу. Вот, все министерства он учредил в основном в 1892 году. Вот, к этому следует добавить так и учреждение ряда общественных институтов, в частности, в сфере здравоохранения и образования. К сожалению, международные события того времени не позволили ему последовательно провести свои, ну, вот, все административные реформы, поскольку это были времена колониализма. Поэтому король должен был проводить гибкую внешнюю политику с тем, чтобы поддержать нейтралитет среди борщица великих больших держав. Он остановил дружеские отношения со всеми великими державами и всячески избегал конфронтации. Благодаря этому во время международных кризисов, даже пожертвов некоторыми из своих территорий, Таиланду удалось сохранить независимость. Король Чуалхорн мечтал сделать людей менее независимыми, поэтому в 1873 году, после своей коронации, он объявил, что простирание нит перед королем должно быть отменено. Позже, в 1905 году, он отменил рабство. Король много путешествовал по стране, чтобы лично познакомиться с условиями жизни и устремлений своих подданных, что по-тайски называется пропаустон. Довольно трудно перечислить его многочисленные реформы. Все современные министерства и департаменты ведут свое происхождение от задуманных и воплощенных им концепций. Его смерть 23 октября 1910 года явилась огромной большой потерей для всей нации, так как он был одним из наиболее достойных и любимых королей, которого часто называли Сонзадж-Пра-Пайра-Харадж. Более того, тайский народ поверил также, что в чудесную способность короля обеспечивать удачу и процветание тому человеку, который отдает дань уважения ему. Поэтому портрет этого короля можно увидеть почти в каждом учреждении или частной фирме. Тайцы из всех слоев общества слагают венки к его конной статуе на Королевской площади в Бангкоке. И к его статуям также установлены в провинции. Вот такой вот был у них замечательный король, король-просветитель. Это вот типа, если с русскими сравнить, это как бы получается как Петр Первый, Петр Великий. Вот это такой же вот замечательный человек был в Таиланде. В те далекие и далекие-далекие времена. Ну что ж, есть немножко времени. Как бы можно анекдот, что ли, на тайскую тему вспомнить. Вот навеяно цунами, там цунами, который волной смыл, вот все. Выходит русский турист на балкон своей гостинице в Таиланде утром, оглядывает пляж и удивленно говорит, ничего себе мы вчера погудели. Вот не совсем анекдот. В Таиланде группа русских туристов только что прибыла из Москвы в Бангкок. Двое из группы не выходят после прохождения границы. Группа ждет больше часа. Ввиду того, что фамилии трудно читаемые, гид группы тает, просит одного из туристов сделать объявление по аэропорту на русском языке. Оба уходят, и через пять минут на весь аэропорт, который в десять раз больше Шереметьево звучит, следующая речь. Господа Тарышев и Манманов, группа замучилась вас ждать. Если вы не будете через десять минуту входа, хорошие звездюли вам гарантированы. Спасибо за внимание. Короче, из Москвы два броска летят в стай. Стюар ДС объявляет. В таланде половина проституток больны с ПИДом, а половина туберкулезом. Один спрашивает. Баван, что это она такой сказала-то, а? Да я сам не въехал, Колян. Только понял, что надо держаться ближе к тем, кто кашляет. Стоят две блондинки, разговаривают о именах людей в разных странах, и вот она другая говорит. А в Таиланде знаешь, какие имена есть? Нет, а какое? Угадай. Ну хоть дай подсказку, что ли? Ладно, слушай. Три буквы. Посередине У. Ощумевшая блондинка. Че, правда, что ли? Че, правда, что ли? Значит, Таиландка ругает мужа своего. Вот посмотри на себя, ты настоящий неудачник. Сколько лет ты живешь со мной, вот как за мой счет, в моей квартире, а я не получаю от тебя ни копейки, и к тому же тебя кормлю, одеваю, обстирываю, не говоря уже о том, что я сплю с тобой. Таиландец говорит. И ты еще называешь после этого меня неудачником? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что ж, пожалуй, все на сегодня. Спасибо. 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 Спасибо.